Здравствуйте, дорогие друзья! С вами канал Философское мнение, его ведущий я, Дмитрий Круглых. И с нами рубрика «Философский словарик», где я вам пытаюсь рассказывать всякие разные термины. И вот пока мы сидим на букве «А», термин, который вообще, в принципе, он достаточно, он, точнее, достаточно хорошо известен в западноевропейской системе, но вот у нас он как-то известен гораздо меньше, это, ну, у нас он повлиял как-то на, в России на становление русской культуры гораздо меньше, это термин «авероизм». Ну и вообще я очень мало тоже рассказываю про арабских философов, вот, поэтому в контексте философского словаря я решил закрыть эту дыру и вам сегодня рассказать про такого арабского бунтаря, философской мысли, потому что, да, несмотря на то, что он жил в самый такой период, фактически, средних веков, он был достаточно передовым мыслителем, то есть, благодаря начитавшейся Аристотеле Ибн Ружд вообще думал очень классные мысли, идеи и так далее. Но обо всем по порядку. Прожил он достаточно интересную жизнь, родился он в 1126 году, родители его, все его поколение, это были кадзи, скорее всего, да, то есть, такие вот, скажем так, судьи. Он был из очень интеллигентной семьи, где вот это все постоянно читали, все обсуждали. И вообще, 12 век, в котором рос Ибн Ружд, это, конечно, век таких мыслителей, которые друг с другом общались, постоянно переписывались, вели интеллектуальные беседы, ну и так далее. То есть, вот это вот самый такой, наверное, взлет интеллектуальной исламской мысли, который вообще просуществовал в средние века. И вот вместе уже с окончанием жизни Ибн Ружд, это как раз и приходит все в упадок. То есть, несмотря на то, что был такой невероятный рывок, был такой прогресс, религиозные мысли уж слишком начинают давить. Уж слишком начинают давить, и они слишком начинают это вот все приводить в такую, ну, достаточно непонятную систему, то есть, пытаются гнаться за какими-то там вещами, все это выглядит достаточно плохо. Итак, учителем его был Ибн Баджа, тоже занимался такой религиозной, философской деятельностью. Надо сказать, что на самого Ибн Ружд, потому что он вообще занимался всеми делами, то есть, сказать тем, что он занимался только философией, вообще нельзя. Он был таким достаточно многоруким, фактически, таким специалистом. Одной рукой он занимался философией, другой рукой он занимался теологией, третьей рукой он занимался медициной, четвертой рукой он занимался юриспрутенцией, был, видимо, отличным филологом, занимался языками, ну и так далее. То есть, вот такой человек, который может вообще фактически все. И надо сказать, что в 1153 году он пребывает в Марокко, где его знакомят с Эмиром. И вот, кстати, поговариваю о том, что Ибн Ружд вообще был достаточно застенчивый, вот такой вот, он был не самый уверенный в себе человек. И вот, когда его Эмир подозвал, скажем, к себе, там был еще такой философ рядом с ними, вот во время этой беседы, которого звали Ибн Туфель. И, собственно говоря, да, вот Эмир, он говорит, слушай, ну, чувак, ты образованный, вот давай с тобой поговорим про философов, про философию, про Аристотеля и так далее. И Ибн Ружд, он в какой-то момент, он, видимо, то ли очень занервничал, то ли распереживался очень сильно. И он не смог вообще ничего сказать про философов, про философию и так далее. И тогда сам Эмир, он начал общаться именно с Ибн Туфелем. И Ибн Ружд тогда очень сильно впечатлился, насколько Эмир вообще в курсе о философии, да, вроде как человек, который не занимается наукой, не занимается... Насколько у него хорошая память в отношении Платона, Аристотеля, вот этих вот всех, насколько хорошо он коррелируется с Кораном, да, потому что его предложили вообще обсудить такую тему про небеса, как же вот то, что вот философы, там, какие-то древнегреческие все придумали, а как это все коррелируется с Кораном. И, ну, в какой-то момент, да, Ибн Туфель ему в этом помог, то есть, они начали все вместе общаться, разговаривать, и Эмир был достаточно, ну, неглупым человеком, который смог Ибн Ружд вовлечь в эту беседу, в общем, и Эмир был в восторге, и Ибн Ружд был в восторге, и Ибн Туфель был в восторге, в общем, все были счастливы, и все было вот достаточно замечательно. Дальше он занимается очень активно и переводами, точнее, не переводами, он занимается скорее комментариями к Аристотелю, потому что было сказано так, что Эмир тоже, он говорит, вот что-то у этого Аристотеля, что-то он намудрил в своих работах, непонятно, что-то написано такое, вот, кто мог бы мне кто-нибудь рассказать кратко, что здесь вообще написано. Ибн Ружд, он берется за эту работу, то есть, он берется за то, чтобы прокомментировать это все, там, кстати, возникают очень большие споры по поводу того, в каком порядке все берется, потому что он пишет невероятно большое количество произведений, то есть, их около 30, есть у него произведения, посвященные и медицине, и юриспруденции, и так далее, но есть еще то, что нас с вами интересует, это, конечно же, комментарии к Аристотелю, да, то есть, он пишет сначала, видимо, то ли средние, то ли малые комментарии к Аристотелю, потом он уже пишет более развернутые, подробные и так далее, то есть, сначала ему надо было просто вот пересказать, условно говоря, основные идеи, а потом он уже их начинает как-то осмысливать, вот, поэтому, когда в европейский мир Ибн Рушт, он вот ворвался, он ворвался именно с Аристотелем, то есть, да, если мы говорим Аристотель во времена схоластики, то как раз говорим Ибн Рушт, и если мы говорим Ибн Рушт, то мы говорим Аристотель, то есть, это фактически две такие неразделимые фигуры, но при этом говорить о том, что он полностью только лишь комментировал, что он был историком философии, вообще так нельзя говорить, потому что все-таки какую-то собственную философию он тоже выдумал, хотя она, естественно, базировалась на Аристотеле и представляла из себя, вот, собственно говоря, такую вот кальку, но которая была уже доработана. Итак, в 1169 году он активно, да, работает КАДИ в Севилье, и он настолько много занимается вообще общественной деятельностью, то есть, он и там, и там, он там помогает с пожарами, он помогает там еще с какими-то вещами, то есть, он везде фактически, и действительно у него не хватает времени на его работу, да, то есть, для того, чтобы комментировать что-то, для того, чтобы еще что-то, да, надо сесть, а вот он, так вот говоря, он об этом сожалеет, что, вот, он был настолько занят, что у него не, ну, руки фактически не доходят до его вот этой вот деятельности. Также нельзя не говорить, да, потому что очень многие утверждают вообще, что он не был врачом, но на самом деле история показывает обратное, что мы знаем, что в 1182 году он получает даже титул главного врача, при этом про его врачевание известно достаточно мало, вроде как говорят, что он прописывал не очень много там таблеток, вот, ну, у него вот были какие-то свои рецептуры и так далее, как вообще можно было лечить человека. Кстати, да, говорят, что он один из первых, кто сказал, что вот коровыпускание там можно делать детям, ну, в общем, он такой вот интересный тоже был, был таким интересным человеком. Но, как мы с вами знаем, вообще ничто не вечно, и как нас учил великий Аристотель, да, к которому мы сегодня все будем отсылаться. Конечно же, Аристотель говорил о том, что все формы меняются, формы правления меняются, и точно так же при дворе, ну, фактически, да, поменялась очень сильно атмосфера. Она была настолько неприятная, что враги Ибн-Рушта, они фактически, то есть, ну, представьте уже Ибн-Рушта, это такой вот старец, это вот как бы все уже, такая величина, против него начинается фактически политическая такая интрига. Да, причем не совсем понятно, почему, ну, вот то ли начинается мракобесие при дворе, да, то есть, начинаются вот эти вот всякие религиозные подвижки, и вот говорят, философы, это вообще непонятно кто. То ли он, видимо, говорил какие-то вещи, которые, видимо, могли не нравиться. Ну, здесь какая-то мутная история. Ну, в общем, последние четыре года ему, его жизни, они его очень сильно испортили, и, на самом деле, не его испортили, да, а скосили ему, я думаю, что мог бы прожить, может быть, подольше, если бы не вот эти вот все политические такие интриги. Вот, ну, в общем, его на три фактически года, да, его отсылают от двора, но он, кстати, застал тот период, когда его реабилитировали, даже он вернулся, ну, вернулся уже реабилитированный, но мертвый. Вот, через какое-то время, да, но уже умер, вот, поэтому здесь вот такая вот история. В чем его обвиняли? Как и любого философа, потому что, в отличие даже от средневековых христиан, он был больше именно таким не теологом, а философом. То есть, он говорит, то есть, он вообще был за здравый смысл, он говорит, ребят, ну, какая религия вообще? Не то, чтобы он ее прям полностью отрицал и так далее, но он был за примат разума над верой, за то, чтобы наука доминировала вообще над всем. Он очень плохо относился к таким мистическим, да, потому что, что очень много было в исламе, оно сейчас есть, очень много всяких вот мистических учений, что вот сейчас вот мы достигнем там Бога, да, мы преодолеем каких-нибудь там несколько ступеней познаний, Бог нам откроется. Вот, мы там потанцуем танцы, Бог нам откроется или еще что-то. Для Ибн Рушта это было фактически, ну, такое за гранью добра и зла, потому что Ибн Рушт говорил о том, в первую очередь, он говорил о том, что вообще-то всем должна балом править наука. Вот, и он говорил, что наука, разум, это вот то, что нас движет вообще, и то, что должно двигать человека. И когда вы поймете полностью науку, да, когда вы поймете предмет, который вы изучаете, когда вы поймете вот какие-то такие вещи, то вы просто станете ближе к Богу. Не факт, что вы его вот как-то уловите, схватите, но, тем не менее, вот вы, он вам приоткроется, да, поэтому открыть Бога можно не через какие-нибудь там танцы с бубнами, условно говоря, а Бога можно открыть только через науку. Поэтому он говорил, ну, и, собственно говоря, можно было понять, почему его, в принципе, объявляют врагом, потому что, да, там были вообще интриги, то есть, его там несколько на него было доносов, да, несколько там люди, значит, он где-то, видимо, переписал у Платона, что Венера, да, как планета, она является богом-богиней и так далее. И, видимо, там это было вырвано из контекста, потому что он не такой дурак сам себя представлять, вот. И вот было представлено, что вот он якобы поклоняется многобожию, да, увлекся вообще, да, античными богами и так далее. Вот теперь он, значит, не правоверный мусульманин. Вот, поэтому к нему была такая претензия. Отчасти она была действительно такой, потому что человеком веры его нельзя назвать вот вообще нисколько. Он отходил от этого всего. И даже вот мы, когда сейчас будем обсуждать его философию, мы это увидим, он отрицает многие постулаты Корана. Вот, поэтому здесь тоже достаточно интересная такая вот вещь в этом плане. Итак, это, да, он там, кстати, поговаривает, что даже он там со своим сыном попытался прийти в мечеть, но Чернь настолько его, скажем так, натравили Чернь против него, что ему с сыном даже не дали войти в мечеть один раз. То есть вот он, и он, конечно, по этому поводу тоже очень сильно переживал. Вот в этом плане он был человеком верующим. То есть, ну вот опять тоже такая очень интересная, достаточно очень многофактурная фактически фигура в истории философии. Теперь давайте поговорим о том, чему он учил, что он вообще комментировал. Естественно, он очень много комментировал вот эту вот непонятную, в первую очередь, первоаналитику Аристотеля. То есть он много занимается рассуждениями по поводу первоаналитики Аристотеля. Ему действительно приходится переосмыслить перипатетизм. И потом он начинает очень активно говорить, да, то есть он начинает говорить о том, что вообще-то Бог, как я уже сказал, да, его можно постигнуть через философию и можно постигнуть через религию. Ну вот как бы философия, да, она открывает также, ну достаточно большое количество возможностей. И дальше вот его попытка, это фактически была через язык религии объяснить, что же, он пытался объяснить философию через язык религии. Что у него получилось? Ну, во-первых, он говорил, один из главных догматов его учения, если можно так назвать, что, да, Бог, как и у Аристотеля, является перводвигателем, но он не является создателем этого мира. Почему? Да потому что Бог вечен. Вот очень классный такой, да, вот пассаж, Бог не может быть создателем этого мира, потому что это мир вечен. Вот, но, видимо, это вот то, скажем так, актуальное, да, Бог является, как по Аристотелю, тем уже актуальным, что уже актуализировалось, то есть, высшая основа бытия, на которой вообще весь мир зиждется, но он вечен. Вот, помыслить себе эту вечность вообще, ну, крайне сложно, да, потому что, если, там, обратимся к Корану, вообще к арамическим религиям, да, то мир сотворен, тварен. А здесь он как раз говорит другое, он говорит по поводу того, что, вот, ребята, мир-то вообще-то он вечен, то есть, это один из первых его таких догматов. Более того, вот, само вот этот вот космос, да, потому что он все-таки тоже и греков много начитался, космос, космическая, небесная сфера сама по себе, она представляет из себя такие, скажем так, круги, может быть, даже эманацию, развертывание из одной точки, что все идет, расходится из одной точки, и все вот это, вот это, как бы, сферы просто, ну, назовем так, божественного существования. Более того, он доводит до ума идею, опять же, да, хорошие такие фразы, я вам говорю, доводит до ума, вот, лучше вот так, он пытается в Аристотеле, в его учении о душе и разуме поставить определенную точку. Каким образом? То есть, он говорит вообще о том, что, мы с вами помним, что по Аристотелю была материя, форма и так далее, а вот, ну, материя и форма, а вот то же самое, он говорит о том, что есть душа материальная, есть душа формальная, одна из которых является активной, другая же является пассивной, да, то есть, это есть, то есть, всегда есть, условно говоря, два разума, да, тут же мы относимся еще, возвращаемся к идее о том, что Бог это есть разум, условно говоря, и он начинает коррелировать вот эти вот понятия разум и фактически душа, и при этом он говорит, что для всех эти идеи, на самом деле, очень похожи на то, что будут потом говорить стойки о том, что вообще-то душа одна для всех, то есть, и Бог, он как бы, Бог, он лишен той персоналистской части, которую любит очень переписывать Богу-человек. Да, то есть, вот, Бог, он лишен какой-то индивидуальности, но он воплощается вообще в мире, да, то есть, это есть воплощение. И вот небо, оно постоянно находится в движении, то есть, небо постоянно находится в движении, более того, и с одной стороны, вроде как, он и против выступает, мы сейчас об этом поговорим, загробной жизни, то есть, там, связанной с этическими, с другой стороны, он говорит, что душа есть, и душа, она всегда движется вверх. Почему? Да потому что есть тело и душа. Смотрите, дальше мы должны вспомнить аристотельскую физику. Аристотель говорил о том, что все легкие тела поднимаются наверх, а все тяжелые тела падают вниз. Да, ну, вот такое вот было замечание, которое делал Аристотель в физике, и Ибн Ру, что он как раз доводит эту мысль тоже очень интересным образом. Он говорит, что, ну, тогда, значит, на вот этого дихотомии должна быть, условно говоря, тело и должна быть душа. И душа, она как бы должна стремиться наверх. Это с одной стороны, душа должна стремиться наверх, а с другой стороны, тело, оно падает вниз. Да, то есть, ну, вот, когда разделяется и так далее, да, то есть, вот такая вот дихотомия. И Бог, скажем так, Бог, даже если не создает этот мир, то он этот мир приводит в движение, он наполняет его собой. Это то, что как раз, то, что как раз есть. Дальше. Душа как раз не вечная, и, в принципе, она умирает вместе с телом. Здесь мы тоже передаем привет Аристотелю, да, потому что Аристотелю вообще-то учил, что человеческая часть души, она делится на два сегмента. Она делится на социальную душу, ну, скажем так, назовем социальную душу, которая воплощается в знании. Это с одной стороны и социальная душа, и есть душа частная. Вот эта вот частная душа, она умирает, и, собственно говоря, здесь, я думаю, что есть смысл уже перейти как раз к этике, потому что он не видел особо смысла в загробном мире. Почему? Потому что он говорил, что, ну вот, скажем так, оно показывается слишком персонифицированно, то есть для каждого человека должен быть какой-то типа индивидуальный рай, должно быть какое-то блаженство, а разве не задача человека, чтобы стать счастливым здесь и сейчас? То есть, как мы можем стать счастливым с вами здесь и сейчас? Вот Иван Рушт, он как раз отвечает на этот вопрос, он говорит, ну, как бы попытайтесь сделать так, чтобы в мире вам уже сейчас было комфортно, не чтобы было комфортно, вот когда-то тогда, да, потому что, словно говоря, наличие загробного мира, оно дает какую-то надежду, что сейчас будет плохо, а дальше будет хорошо, вот оно светлое будущее, там несколько, да, там десятков девственниц будут там ждать меня, и там все будет хорошо и так далее. А Иван Рушт говорит, ну, как бы, ребята, может быть, вы сделаете таким образом, чтобы вообще было вам хорошо, в принципе, здесь и сейчас, да, то есть, при этом он не говорит, да, он не приходит в стадию какого-то там гедонизма, получения прямо такого удовольствия, но он говорит, чтобы было комфортно всем, в принципе, здесь и сейчас, это как бы возможная история. Дальше, вот это состояние, да, о том, что, ну, окей, даже если душа, она куда-то стремится, она куда-то улетает, то она уже больше причастна к Богу, чем к материи, то есть, она уже сама становится как бы Богом, и она лишается индивидуальных персонифицированных черт. Ну, условно говоря, если, допустим, не дай Бог, конечно, если вы умерли, да, то вам уже, в принципе, должно быть все равно на этот мир. То есть, что вы здесь кушали, во что вы одевались и так далее, это уже становится неважным. Это уже становится как такой путь, который прошел, да, это путь, который уже остановился, да, то есть, это вот все, земная жизнь, она уже закончилась. Вот, поэтому продолжать накладывать свои какие-то переживания на загробную жизнь, ну, это давать себе какие-то вот ложные надежды, и вообще-то не очень хорошо. Дальше, он очень много говорил о, да, как Аристотель, он продолжал это говорить, об актуальном и потенциальном разуме. Он очень много говорит о вообще гносеологии, то есть, понятное дело, что его задача – это познать истину. А как можно познать истину? Ну, вот научное знание дает познание истины. Вот научное знание, оно на самом деле правдиво. Религия в этом плане, она может обманывать человека и затмевать его, вот, ну, скажем так, разум. Вот, поэтому здесь, да, то есть, надо относиться просто, уметь относиться критически ко всему, и, значит, по-хорошему религия также должна вообще уметь учить критическому мышлению, скажем так. Дальше, следующее, какое положение также у него еще есть, это по поводу вообще политики, да, потому что он не обходит это. Но это полностью, фактически, перефраз платоновского государства, то есть, это фактически реальный пересказ платоновского государства. Это очень интересно видеть, как он начинает размышлять на какие-то вещи, да, описывая государство на исламскую культуру. То есть, он начинает комментировать платоновское государство в контексте исламской культуры. Это вот очень тоже такая интересная, достаточно удивительная вещь. Он, кстати, очень фактически, он, да, договорил, он видит в Платоне ту фигуру, которая, которая действительно говорит истину, да, но, как мы знаем, Платон, то вот в плане государства это очень опасный автор. Там этика очень сильно стирается. И вот в этом ключе, он, кстати, но, что Ибн Рушт очень интересно подмечает, так это он говорит про положение женщин в исламской культуре. То есть, он говорит о том, что вообще-то женщина, такое еще складывается ощущение, да, потому что у Платона мужчины и женщины равны, идите все работайте, если вы можете работать. А Ибн Рушт говорит, окей, а у нас мужчины и женщины не равны. Может быть, поэтому мы находимся в такой плохой точке, да, потому что, условно говоря, да, и нам кажется, что женщина должна следить за ребенком, женщина должна следить за ребенком, женщина должна следить, там, вести домашнее хозяйство, а вот муж там должен, ну, что-то воспроизводить и так далее. Говорит, может быть, поэтому проблема в том, что мы неравномерно распределяем, условно говоря, наша социальная сила, может быть, если бы, да, там, муж тоже вот участвовал во всем, или, наоборот, женщина, она была более свободна, более открыта, да, то есть, это вообще XII век, передовой достаточно мыслитель, и вот ему на основе политики, да, и государства, да, прошу прощения, не политики, ну, вот политических идей, которые воплощены у Платона в его государстве, вот он, соответственно, себе такое позволяет. Ну, он с ним соглашается, Ибн Рушт соглашается с Платоном в отношении, например, поэзии, да, ну, он говорит, что вот поэзию там отвлекает, и это вот вообще не нужно. Вот, поэтому очень интересный автор, который жил свое время и был абсолютно не в своем времени. Это передовой автор нынешней эпохи, это человек, который умел и смог разжечь огонь аристотилизма, что в сердцах мусульман, что в сердцах христиан, то есть, ему это удалось и там, и там. Результаты, правда, были разные, но и христиане, и мусульмане, они видели в Ибн Руште угрозу. Угрозу церкви, угрозу религии, и поэтому не знали, как к этому относиться, да, поэтому возникает Фома Аквинский, поэтому, да, вот, да, потому что Фоме Аквинскому надо было разобраться, а как вообще вот с этим иметь дело, да, вот как вообще допускать его к церкви? Он опасен, не опасен? Можно ли его читать? Нельзя его читать? Вот это все привело к очень интересной, живой дискуссии, а философия, это всегда должна быть живой дискуссией, диалогом, а вы подписывайтесь на этот канал, ставьте лайки, обязательно, если у вас есть возможность, переведите там вот мне хоть какую-нибудь копеечку, мне, правда, будет очень приятно, это мне поддержит, и до новых встреч, увидимся на нашем канале.